Итак, дорогие мои зрители, мы приступаем к рассказу о самом интересном, с моей точки зрения, что есть на острове Корфу. Это местечко Палеокастрица. Даже сами греки считают, что это место самое красивое. Вот эти вот изрезанные зеленые бухты, скалы, чистейшее море. А вот и наш отель, где мы проведем вместе с вами 5 или даже 6 дней. Именно в этом отеле мы жили. Отсюда мы путешествовали на арендованном автомобиле. Здесь мы очень много купались, гуляли, загорали, пили вино, ели оливки, сыр, наслаждались отдыхом. Ну, правда, 3 дня мы так очень активно путешествовали на автомобиле по острову. Утром выезжали, поздно вечером возвращались. Но 2-3 дня, наверное, точно мы здесь более-менее провели, как нормальные люди, как нормальные туристы. Мы с вами здесь сходим в национальный ресторан, посмотрим национальные танцы и послушаем песни. Мы с вами прокатимся на канои, вот по этой бухте. Мы с вами прокатимся на моторной лодке, поплаваем под водой, посмотрим, что там под водой в Греции находится. Я вам все это покажу и расскажу. Мы сходим в монастырь по Люкострице. Ну, что еще тут, именно в этом месте? Увидим шторм. Что мы не увидим, к сожалению, что у меня не получилось. Мы планировали взять в аренду, в прокат, вот такую моторную лодочку. Вы сейчас видели их целую кучу. И вот вдали как раз лодочки стоят. И сплавать вот на эти пляжи, которые вы видите. Туда пешком не добраться. Именно на моторной лодочке берут и катаются. Вот такая моторная лодочка берется в аренду. Цена ее разная. Начинается от 50 евро, такая льготная цена, в сутки. Но начался шторм и у нас не получилось. Так как вы, мои дорогие зрители, всегда просите показать отель, где мы живем. Выполняю вашу просьбу. У нас был самый простой номер в этом отеле. Как выглядит номер там полу-люкс, люкс, честно скажу, не знаю. Меня это особо не интересовало. Ну, наверное, как-то получше. Может быть, две комнаты, может быть, площадь побольше. Вообще, очень сложно советовать кому-либо, какой-либо отель. Потому что вкусы у всех людей абсолютно разные. Вы сами это прекрасно понимаете. Кому-то нужно, чтобы унитазы были золотые, а кому-то достаточно, чтобы на голову во время дождя не капало. Для нас с Аллой очень важен вид. Вот поймите нас правильно. Вот этот вид, который вы сейчас видите, для нас все. Мы вот увидели, Алла запрыгала, запищала, завизжала. Потому что ничего больше нам, лучше, чем вот этот вид нам не нужен. На этом балкончике мы часто проводили и вечера, и днем отдыхали здесь. Выпивали там венок, коньячок. Если по дороге покупали помидоры, А Алла, она просто маньячка этих помидоров. Для нее это лучше, чем персики, лучше, чем дыня. Вот помидор видит все, вау, 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 вау. Как тот мышь из американского, или крыс из американского фильма, который кричал, чиз, и летел. Вот так примерно Алла. По вечерам мы могли тут и почитать книжку, и поделиться впечатлениями о дне прошедшем. Замечательный отель. У него в основном все номера имеют расположение или вот на эту сторону, на западную, которую вы сейчас видите, на пляж, или на восточную сторону. Вот сейчас как раз мы будем завтракать, и ресторан расположен, этот балкон такой ресторана расположен на восточную, в общем-то, часть этого залива. И номера также расположены. Можно вот смотреть из номера вот такой вид, а можно тот вид, который у нас из номера. Цена, насколько я знаю, одинаковая. Или вы будете смотреть на заходящее солнышко, или на восходящее. О, кто это? А, это вы, мои дорогие зрители, смотрите фильм? Еще не надоело? Шучу. Каждый вечер мы получали колоссальное удовольствие. Выходили смотреть, как садится солнце. Вот с этого большого, не знаю, как это правильно сказать, балкон, лоджия. Здесь располагается кафе. Сюда можно выйти из ресторана после ужина. Наблюдать, как лодочки, последние запоздавшие, заходят в порт. Яхты, катера. Поговорить. Конечно, здесь завязывались приятные знакомства, потому что в этом отеле отдыхают и в том числе много довольно-таки и русских, русскоязычных. В нашем отеле я часто слышал английскую, немецкую речь. Мы здесь познакомились с очень приятной парой из Москвы. И каждый вечер старались встретиться вместе, поужинать, поговорить, обсудить, кто что успел увидеть, у кого какое впечатление. В ресторане мы всегда старались брать бутылочку вина и все время просили местное вино. Или белое, или красное. Или просто просили так называемое локальное, домашнее вино. Всегда хочется попробовать именно вино с этой местности, где мы находимся. Каждый вечер в ресторане играл самодеятельный какой-то небольшой оркестр, ансамбль. Ну, как здесь, да, два-три человека, иногда один. Была живая музыка. Они пели национальные, я так предполагаю, греческие песни, играли греческую музыку. Иногда была какая-то такая музыка, знаете, так скажем, мировая музыка. Потому что угадывался мотив, несмотря на то, что играли на, может быть, на греческих инструментах. После ужина мы выходили вот сюда на веранду, в кафе. Смотрели, как солнышко очередного дня уходит за горизонт. Разговаривали, общались, проводили время в приятных беседах. Я вот сейчас монтирую фильм. И просто такое, знаете, легкое ностальжение на сердце. Потому что вчера были очень приятные. Ну, день, конечно, тоже был приятный. Все путешествия, в разъездах. А как вы думаете, вот кто это танцует? Несколько секунд вам даю на размышления. Вот смотрите. Играет национальная греческая музыка. И довольно-таки большая компания людей. Смотрите. Какие ваши варианты? Я сейчас скажу отгадку, да. А вы напишите, угадали ли вы. Вот поверите, не поверите. Но это танцуют наши официанты и наши повара из ресторана. То есть у них закончилась смена. Как говорится, туристов обслужили, накормили, напоили. А теперь они выходят сюда в ресторан и начинают танцевать. Господи, как у них ноги-то, руки не отваливаются. Вообще потрясающе. Вы знаете, в последний раз подобные сцены, когда, ну, вроде кажется, ну, это тяжелейший труд. Честное слово, поверьте на слово, тяжелейший труд. Так что вы, всех туристов, клиентов, гостей, отеля, да. И вот так танцевать я не понимаю, не представляю. Ну, такие сцены мы видали уже. Вот, например, нам вспоминается, подобные сцены были на Кубе, когда мы отдыхали недалеко от Гаваны, так называемая зона Варадея. И там официанты, то же самое бармены, когда звучала их национальная музыка, они танцевали, подплясывали, приплясывали. Это обалденно. И вот греки показывают нам точно такое же интересное вот творчество. Пора бы поехать домой отдохнуть, а нет, вот танцуют. Молодцы. Огромная благодарность за это. Ночью разошелся шторм, волны просто гремели, шумели. А нам было приятно сидеть и смотреть на это буйство природы. А сейчас, мои дорогие зрители, я расскажу вам о бассейне, который находится в нашем отеле. Ну, сразу скажу, что мы с Алой не любители бассейнов. Ну, абсолютно не любители бассейнов. Если есть море, и в море вода выше хотя бы градусов 15, мы в бассейн не пойдем, будем купаться в море. Но, так как я наметил себе цель рассказать вам об этом отеле, об этом замечательном месте, ну, конечно же, надо зайти и посмотреть, что это такое. Пару раз мы прошли мимо отеля, и один раз специально для съемки зашли и покупались. Бассейн небольшой, но место расположения у него чудесное. Он стоит на этой скале, и купаясь, приподнимая голову, можно смотреть на море вдали, на эти сосны, на пальмы. Невероятно красивое сочетание. Ну, конечно же, есть люди, которые любят купаться в бассейне. Это может быть, как родители с маленькими детьми, может быть, не очень удобно спускаться к морю, может быть, пожилые люди, ну, всякое бывает. Я вам как-то уже рассказывал историю, которую, ну, абсолютно реальная история, которую я узнал от немцев. Они сказали, что у них страховка, которая им дается в путешествии, не предусмотрена какие-либо, если возникают проблемы в море, в бассейне, если там что-то случится, не дай бог, страховка, все это дело плачет. А море – это ваши проблемы. И многие немцы пьют пиво возле бассейна, купаются в бассейне, потому что страховки не позволяют. Смешно и грустно. А то, что вы видите мусор в бассейне, это не мусор как таковой, то есть бассейн чистый, вода очень чистая. Вот так как рядом стоят сосны, рядом стоят деревья, пальмы, то, конечно же, с них постоянно падают или хвоинки, или листочки. И вот это дело плавает, но к утру все обязательно убирается. А вот такая красивая картина в бассейне ночью. Вы знаете, мне он ночью в бассейне понравился даже больше, чем днем. Смотрите, просто какая-то фантастика, другая планета. Очень красиво. Замечательный отель. Я посмотрел всю рекламу, которая есть у этого отеля в интернете, фотографии, но, честно скажу, ничего более красивого, чем делаю я об этом отеле, у этого отеля нет. Вот так вот. А думаю, что даже и спасибо не скажу. Грустно, печально, но что поделаешь. Сейчас, дорогие мои зрители, я хочу вам рассказать о пляже Палеокастрицы, который находится возле отеля. Пляжа там два таких основных. Один находится на западе, это то, что вы сейчас видите. А второй находится на востоке, мы его называли Скальный пляж. О нем будет рассказ чуть дальше. А вот этот пляж здесь отдыхают все, не только с нашего отеля, но и с соседних отелей, виллы там есть частные. Ну и просто люди, которые приезжают Палеокастрицы отдохнуть, могут здесь покупаться. Здесь есть пару кафе, довольно-таки неплохой песчаный пляж, или крупный песок, или мелкая галька, я не знаю, как это правильно назвать. Вот эту красоту, то, что вы сейчас видите в начале моего фильма, это все я снимал прямо с балкона. Прямо с балкона, с номера отеля. Такой потрясающий вид. Даже если у вас нет желания идти купаться, ну и так, к примеру, говорю, да, там можно просто сидеть на балконе и наслаждаться вот такой картиной. А сейчас посмотреть, какую интересную сценку я заснял. как мама ребеночка своего кидает, а как папа. Чуть не утопил, посмотрите. Это вот в интернете много можно найти подобных роликов о том, как с детьми играют папы. Есть на этом пляже зонтики, есть на этом пляже лежаки, и есть, значит, что, здесь есть большой дайвинг-центр, прямо вот под отелем, буквально 50 метров от отеля. Есть прокат, значит, прокат вот таких вот машинок, беломашинок, да, где можно сидеть всей семьей и крутить педали. Есть прокат всяких небольших лодочек, канои, тосток, не знаю, как они правильно называются, есть прокат моторных лодок разной мощности. Вот самая простая лодка моторная с небольшим моторчиком, который можно плавать, не имея никаких прав, с рулем, с тентом наверху. Вот они стоят, эти лодочки, как раз вдали вы видели. Была такая рекламная акция, я не знаю, сколько это будет стоить в сезон, а вот сейчас июнь месяц не сезон, эту лодочку отдавали за 50 евро в день. То есть утром, там не помню, во сколько часов, 9 наверное берешь ее, и часов 6, по-моему, вечера или 7 возвращаешь. Вот цена очень даже неплохая, приемлемая. Мы, честно говоря, и хотели эту лодочку взять на целый день, но неудачно природа распорядилась, и мы неудачно распорядились своим временем. То есть мы первые 3 дня ездили по острову, снимали разные бляжи, достопримечательности, города, а когда мы вернулись и решили покупаться, в этот момент было море неспокойное, и лодочку уже без капитана не давали в прокат. К сожалению, мы пролетели, ну и вы, мои дорогие зрители, не посмотрели этот, возможно, буду в будущем интересный. А в этой небольшой части нашего фильма я расскажу вам о том, что кот и кошка бывают еще и их тендрами, то есть мы, можно сказать, морские коты или морские котики. Посмотрите, как алла кошка плавает. Это же обалдеть просто, как она плавает. Я даже не знаю, за счет чего она плавает. Я думал, она утонет, а она плавает и даже не тонула. Я ее пытался утопить, бесполезно. Все на поверхности плавает. А вот такой подводный мир на острове Корфу. Рыба, конечно, поменьше, чем в Красном море, поменьше, чем на Карибах, но тем не менее, они есть, они такие дружные, веселые и, в общем-то, довольно-таки добрые, гостеприимные. Ни одна рыбка нас не укусила. А рыбки большие, вот эти вот, сантиметров так, по 20, в такую хорошую ладонь плавают. Мы плескались тут целыми днями, когда у нас была возможность. Даже когда мы целый день путешествовали, например, то вечером мы приезжали и сразу бежали в море. И рано утром вставали, до завтрака, где-то в 7 утра быстренько бежали на море и плавали. Такая вот красота. Вот, ала кошка показалась. А здесь она устала, потеряла где-то свою маску, оседлала большого кота и плавала на нем. Какие дружные стайки. Маску мы нашли, слава богу, разыскали. Я, ала кошка, продолжила свои плавания. Здорово, очень рекомендуем. Я сейчас вам расскажу, где лучше поплавать под водой. Значит, там, где отель находится и скала, там очень глубоко и можно, в принципе, если, например, ребенок или плохо плаваете, можно удариться о скалу. Поэтому не рекомендую тем, кто плохо плавает. А вот, если вы пройдете по пляжу, повернете спиной к отелю, пройдете метров сто, метров сто примерно, там, в море вы увидите камни несколько штук. Там мелко, примерно метр, полтора, ну, два максимум глубиной. И много-много рыбок. Вот смотрите, что я нашел. Это, представляете, это доисторическая, мезозойная эра яйцо, окаменевшего кота. Или, окаменевшее яйцо кота. А в мезозойную эру коты размножались яйцами. Вот сейчас наговорились. Нет, серьезно, она же музей, музей острова Корфу моментально купил это яйцо, и мы купили, в общем-то, всю поездку. Представляете? Вот так вот. Поэтому плавайте в море, ищите, и вам воздастся, нам воздалось. Замечательно здесь купаться, хорошее море. И вот то, что вы видите такую, некую грязь, вот эти травинки, пылинки и так далее, просто вчера был шторм, и море немножко сбаламутилось. А в принципе вода чистая. Ну и не сравнится, конечно, с Хорватией, нашей любимой, но тем не менее, абсолютно чистое море, и купаться здесь очень приятно. И мы купались здесь до самого захода солнца, а потом шли на ужин. А как мы проводили ужин, вы уже видели. Ну и завершаю я свой рассказ о нашем отеле рассказом о еще одном пляже, который располагается в скалах. С восточной стороны, если спуститься по крутой лестнице из отеля, то можно попасть на такой своеобразный экстремальный пляж. Вот Алла меня уговаривает прыгай. Я говорю, да ни за что, прыгай. Ай, е-мое, с высоты 30 метров я кажется живой. А вот и Алла кошка бежит, сейчас разбегу, как прыгнет. вот, уже медленный бежит, медленный, а там лестница на высоте 10 метров. Это кажется, что там метр полтора, там 10, а вот она разминается, ну прыжок не удалось заснять, полет был очень быстрым. Здесь замечательный пляж, ребята, я вам очень его советую, но для тех, кто не боится глубины, кто не боится скал, и кто хорошо плавает. Конечно же, детям сюда приходить не стоит, с детьми, с маленькими не стоит. Глубина сразу под этим мостиком метров 10-15. Вот кажется, что вода настолько прозрачная, кажется, вот они камни. На самом деле очень глубоко, поверьте меня на слово. Вода здесь чистейшая, место очень красивое для такого дилетантского дайвинга, то есть без аквалангов, просто с маской, с трубкой. Такие есть расщелины, камни, водоросли, ежики, рыбки. Очень красиво. Очень красиво с точки зрения здесь поплавать с маской, посмотреть на подводный мир Греции и так далее, и так далее. Но есть один нюанс. Вот вы знаете, мы здесь искупались всего раза три. А потом, как я вам уже рассказывал в предыдущих частях этого фильма, был шторм и произошел такой эксцесс. Мы рано утром, а мы каждое утро вставали в шесть утра примерно, там полседьмого. Ну, ранние мы пташки, особенно я. Алла вынуждена мучиться вместе с таким ранним котом, как я. А я ей всегда говорю, Алла, вставай, вставай, хватит валяться. Там, представляешь, солнце встало, день начался, а вдруг там столько всего интересного. И она, скрипя, как говорится, зубами, нервами, стуча меня кулаком по голове, тоже встает и идет за мной. И мы идем купаться. Как правило, мы ходили сюда купаться каждое утро. И вот в одно утро, прыгать, а лестницы нету вот этой. А забраться тяжело. Фу, слава богу, прям в самый последний момент я успел заметить, что лестница пропала. То ли ее сняла администрация отеля, то ли ее унесло штормом. Не уходите далеко, наше путешествие продолжается. Ну что, наши дорогие зрители, выходим из отеля и давайте вместе с вами погуляем по этому чудному месту Палеокострица. Сегодня вашему вниманию предлагаю такое место, это вот и кафе, и бар, и возможно даже тут молодежь танцует, нам показалось по крайней мере, и место для этого есть. Называется Грот, кафе Грот. От отеля идти пешочком буквально метров 300-400, наверное. на карте я вам специально показал. Все это место знают, вот такая вывеска стоит, и лесенка идет вниз, спускаться вот сюда, в это ущелье. В хорошую погоду сюда причаливают лодочки, которые курсируют по заливу поликострицей. И можно здесь и сесть на лодочку прокатиться, взять экскурсию. И здесь же есть прокат лодок. По крайней мере, мы видели табличку с информацией об этом. Но, как я вам уже говорил, к сожалению, в хорошую погоду на море мы пропутешествовали на машине по острову, а когда мы машину отдали, вдруг наступил шторм и водные прогулки практически мы уже не использовали. И, к сожалению, мы не смогли сплавать на этих пляжах. Что я хочу еще сказать про этот грот? Чтобы вы не подумали, что это какая-то там реклама заказная, я хочу рассказать о другом, об очень приятном с точки зрения для нас, для нашей семьи событии. Сначала началась трагедия, а кончилась очень приятно. А трагедия такая. Вот мы сейчас стоим здесь фотографируемся, сделали несколько фотографий, несколько сюжетов видео, и потом в разговорах совсем забыли и ушли, оставили здесь сумку из-под камеры. Ну, вроде невелика беда, сумка из-под камеры, там лежали аккумуляторы, но у этой сумки, кроме аккумуляторов моих для камеры, лежали наши заграничные паспорта, было немного денег наличных и мои банковские карточки. Оставались еще карточки у Аллы, но мы, как полагается, никогда не кладем, как говорится, все яйца в одну корзину, но тем не менее, это было бы очень грустно, очень печально, даже не сколько бы деньги и карточки меня бы расстроили, сколько расстроили бы аккумуляторы, потому что без этих аккумуляторов я не смог бы ничего снимать далее, практически. у меня остался один аккумулятор, который был на моей камере, было бы очень сложно. И опомнились мы уже через несколько часов после ужина, когда начали искать, ну, такая вот память уже дырявая у нас. И когда я прибежал сюда, мне спокойно, с улыбкой отдали мою сумку, я поблагодарил их, и вот хочу выразить им здесь в фильме большую благодарность. Спасибо вам большое. А сейчас мы с вами, мои дорогие зрители, отправимся в экстремальное путешествие по заливу Палеокострицы. Вот этот залив, видите, он сверху выглядит как сердце. И вот мы решили, ну, вообще, если честно, мы пришли туда на пляж, где дают прокат лодки и требовали дать нам моторную лодку. Вот видите, впереди лодочка беленькая стоит. Вот такую лодочку с мотором мы хотели взять, мы хотели взять ее несколько дней. Пришли, уговаривали, уговаривали. Он говорит, нет, море неспокойное, вчера там, позавчера был шторм, только с капитаном. А с капитаном мы же не против, пожалуйста, давайте нам капитана, но капитан стоит на 100 евро дороже. Вот представьте, так 50 евро можно было договориться, а так на 100 евро дороже, ну, для нас это дорого. И мы подумали, подумали и взяли, лодку каноэ. Подумали, чем мы наши руки не двигатель. Кстати, мы разгонялись, там, мама не горюй, там, моторные лодки обгоняли при желании. Единственное, что когда мы поплыли, нам сказали, что из залива не выплывать. А мы-то хотели, думая, сейчас сядем на эту каноэ и пойдем по тем пляжам, проплывемся. Но, увидев наши горящие, безумные глаза русских пенсионеров, нас тут же предупредили не выплывать. А вот это вот видео вверх тормашками. А как оно выглядит по-настоящему? Вот так, смотрите. Просто, когда видеокамеру держишь, получается, что снимаешь вверх тормашками. Ну, в принципе, при монтаже я могу все перевернуть обратно. Но мне так понравился вид вверх тормашками, я хотел вообще все оставить вверх тормашками, потому что какой-то космос получается. Но, Алла говорит, ну, не надо путать нашего зрителя, он вообще не поймет, где мы находимся, на какой планете. Поэтому, дорогие мои зрители, путать вас не буду, дальше кадры уже будут в нормальном виде. Здесь вот, так называемая, по-моему, голубая бухта ее называют местные жители. Очень голубая, я бы даже сказал, не голубая, наверное, все же синяя вода. Я вспоминаю далекие советские времена, когда только-только появились первые джинсы. То ли в Китае их красили, то ли в Турции. И вот, первая, вторая стирка, это был ужас. Стирались всегда отдельно, в ванне, от всего остального. Потому что, замочив новые джинсы, ванна становилась, сама ванна становилась синяя, но вода была именно вот такого цвета. Я не знаю, кто с таким сталкивался, тоже напишите, давайте вместе посмеемся. Но такое было, честно, и не раз, пока не придумали какую-то крепкую краску. Знаете, замечательная прогулка, конечно, болтала немножко, то есть, не было штиля, волны были, ну, не очень сильные, но болтала, и нас к концу поездки уже укачало. Хорошо, что у меня был такой мощный двигатель и штурман в одном лице, как Алла Кошка, который работал непрерывно, мне потом вечером пришлось ее напоить вином, за то, что она мне прокатила по всему заливу. Но, с другой стороны, я тоже, конечно, плывал, вы не переживайте, я, как мужчина, я взял, вот она тут машет руками, все, я не могу, плыви, давай, показывай, как ты можешь. Ха, я могу. Чуть весла не сломал, какой скоростью мы неслись. А вот Алла, вот так гребет, а вот Владимир Кот, тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх-тх, скорость была 50 узлов. За нами буруми просто шли, и рыба всплывала от ужаса. Вот такие моторные лодочки плавали, там человек по 20, можно сесть, и я тоже проплываю на этой лодочке, но об этом рассказываю дальше. В общем, поездку рекомендую, кто не любит или боится каноэ, потому что все же можно перевернуться, это несложно. Есть такие веломашинки, велолодки, в общем, на которых можно абсолютно безбоязненно поплавать. Рекомендую, и не уходите далеко, наше путешествие продолжается. Дорогие наши зрители, мы продолжаем с вами прогулку по острову Корфу и по деревушке Палеокастрица. Сегодня мы сходим с вами в греческий ресторан. Мерейдис называется. Чем нас этот ресторан привлек? Ну, потому что, во-первых, он недалеко от нашего отеля. Во-вторых, в этом ресторане предлагается национальная греческая кухня, национальные греческие танцы и греческие песни. А для нас это было очень существенно. Ну, и сам ресторан выглядел очень симпатично, хотя и располагался очень оригинально. Он в такой, как бы по-русски сказать, яме. Дорога проходит наверху, а он в таком углублении ресторан находится, я так думаю, в природном овраге. Ресторан красивый. И знаете, что интересно? Ресторан огромный, но он был заполнен вечером полностью. То есть, не было ни одного свободного столика к вечеру. Здесь дают всякую морскую живность, всяких ракушек, рыбу, раков и тому подобное. Ну, и как я уже сказал, будет национальная греческая музыка, которую мы с удовольствием хотели посмотреть. В отеле нам предлагали культурную программу с выездом в город Керкера, потом на катере и на какой-то остров, по-моему, птичьи называется. И там подобный ресторан. Ну, во-первых, очень далеко ехать туда-обратно, это утомительно. А во-вторых, цена была, ну, для нас лично зашкаливала цена. Точно не помню, что-то в районе 80 или 100 евро с человеком нужно было заплатить. Мы посчитали, что это очень дорого. А здесь великолепный ужин нам обошелся примерно 50-60 евро на двоих. На двоих. Тоже не дешево, конечно, для пенсионеров, но это стоило того, потому что реально было все очень вкусно, большое разнообразие блюд. Выбирай, пожалуйста, что хочешь. А главное, то, что лично для меня было важно, как для фотографа, это национальная программа, которую я вам хочу показать. Ну, как рассказ о греческом острове Корфу и без греческих танцев и песней. Итак, смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 того что мне он очень нравится а популярность с точки зрения количества людей здесь всегда очень-очень много людей я пытался проанализировать почему здесь так много людей знаете вывод простой во-первых здесь очень большая рядом парковка куда приезжают туристические автобусы где можно поставить свой автомобиль и сюда люди приезжают отдохнуть как местные жители так и гости которые например отдыхает на другой стороне острова корфу во-вторых в принципе бухта красивая в третьих она ну не песок а крупная крупный песок да или мелкая мелкая галечка многие люди особенно если отдыхают с детишками то наверное предпочтение отдает им отдают именно такому пляжу и здесь обращаю ваше внимание находится что еще кроме парковки кафе ресторанов здесь находится как бы это сказать правильно порт что ли вот эти вот туристические лодки которые вы сейчас видите те лодки вдали стоят в ожидании туристов это вот так что подплывала вы видели где-то по 10-15-20 туристов набирают в такую лодку вот видите прямо одна за другом за другой нас другой прям как рейсовые автобусы набирают туристов как правило привозят на автобусе ну и тех кто подходят и желает прокатиться и катают вдоль берега поле у кострицы мы вот сегодня когда я снимаю этот фильм посмотрели взяли себя на заметку решили завтра поплыть на этой лодочке но нам не повезло как я уже несколько раз рассказывал начался шторм и алла категорически отказалась плыть ее сильно укачивает меня тоже укачивает но ее очень сильно укачивает вот и поэтому поплаву я один об этом я сделаю отдельный фильм и также здесь вот возле этого пляжа где мы с вами только что были находится монастырь полеоастрицы но этому тоже я об этом монастыре я вам расскажу тоже в отдельном фильме наступил вечер мы возвращаемся свой отель нашем маленьком городке деревушки полеоастрица не уходите далеко наше путешествие продолжается дорогие мои зрители сегодня мы с вами отправимся на водную прогулку на катере на бот такси вдоль всего побережья полеоастрицы я вам специально привел самом начале схему маршрута чтобы имели представление как мы поплывем и там кстати я обозначил желтым шрифтом все шесть бухт на которых стоит полеоастрица это амбилаки агиоз петрос агиоз перед у нас платакия агия триада где наш отель находится и большая огромная бухта алипа все эти бухты отделены друг от друга выступающими такими лесистыми мысами очень красивыми ну и напоминаю что это самое красивое место острова корфу по мнению даже самих греков также напоминаю кто не смотрел мои предыдущие фильмы что к сожалению поездка наша моя была выбрана неудачно с точки зрения того что перед этим были несколько дней абсолютно спокойное море но мы путешествовали по всему острову корфу на автомобиле и в тот момент когда я решил думаю но теперь я прокачусь на этом катере в ночь был сильнейший шторм и море волновалось до сих пор мы планировали прокатиться на маленьком катере арендованном то есть вдвоем вместе с алой кошкой но нас не пустили сказали что море неспокойное можно выйти только с капитаном с капитана мы не захотели да и дороговато поэтому пришлось ехать на таком вот экскурсионном так скажем такси боти нас тут сидела не знаю человек около 20 наверное в основном были я так понял немцы или с какой-то страны с немецким языком потому что переводчик что-то говорил на немецком языке смотрите внизу тита я вам подписываю те шесть бухт о которых сказал уже выше лодку болтала лодку болтала очень сильная и те мои дорогие зрители кого укачивают в море может быть и не стоит смотреть этот фильм потому что даже я когда монтировал фильм меня опять укачало а как представлять как не укачал во время съемки ведь я пытался стабилизировать то есть не только камера стабилизировала своими электронными устройствами не только я потом при монтаже стабилизировал специальными программами это видео но и во время движения когда я снимал я постоянно производил стабилизацию рукой кто хоть когда-либо снимал ну не знаю в автомобиле например во время движения ну или вот так вот на лодке тот прекрасно понимает что в этот момент я не знаю какое там устройство в мозгу работает стабилизатором и после этого очень сильно укачивает я с этой лодки в конце нашего путешествия просто сполз а лакошка моя осталась возле отеля загорала и купалась на пляже вот вот этот наш отель мы сейчас со стороны восточной со стороны находимся в бухте алипа вот а я поплыл один потому что ну надо было вам показать как выглядит все побережье поле кострицы со стороны моря капитан нашего корабля нашей нашего такси решил немножко сачкануть и когда у нас до грота довез он развернулся я смотрю он поплыл вдоль нашего побережья где наш отель не заплывая вот сюда к этим пляжам я к нему повернулся говорю эй капитан а вот те пляжи показываем у он так огорчился что тут и один человек кто-то заметил и обращается как с курсоводу с немецкой группой мол так и так тот русский требует поплыть оттуда как вы ему немцы такие удрученные сидели что делать раз русский пожелал надо плыть и нас болтала по этим волнам мама не горюй я теперь понял почему нам категорически не хотели в прокате давать лодку то есть там когда находишься в отеле в глубине бухты на пляже там вот этих волн особо и не видно и кажется что море ну относительно спокойно когда же мы выплыли более-менее в открытое море здесь лодку болтала вправо влево вверх и вниз и конечно же в прокате опасаются давать таким бестолковым людям как мы лодку и наверное я думаю это правильно потому что всякое может быть итак наше путешествие заканчивается прошу прощения у тех мы моих зрителей кого укачало во время просмотра но я вас предупредил а вы не уходите далеко наше путешествие продолжается мы идем с вами в монастырь дорогие мои зрители свой рассказ о деревушке Палеокастрица я хочу закончить монастырем Божьей Матери этот монастырь основан в 1225 году но несколько раз был разрушен до основания и вот те здания которые мы сейчас видим в настоящее время как правило относятся к 17 веку монастырь находится в изумительном красивом месте на горе на одном из мысов Палеокастрицы в этом монастыре хранится чудотворная икона икона Греки часто этот монастырь называют по имени этого источника по имени этой иконы по-гречески это звучит ЗОДОХУ ПИТИС ну к сожалению икону снять не разрешают изображение нашел в интернете и разместил в начале в титрах на заставке вы можете это увидеть как во многих монастырях и особенно в греческих здесь очень много котов и кошек братьев моих они чувствуют себя здесь вольготно никто их здесь не обижает монахи конечно же кормят монастырь мужской я вспоминаю очень смешные случаи связанные с котами на святой горе Афон у меня кстати есть кто не знает большой очень интересный фильм о святой горе Афон о монастырях святого Афона если кому интересно посмотрите у меня есть плейлист святой Афон и там замечательные монастыри о каждом замечательные фильмы о каждом монастыре и большой фильм сборник о монастырях святого Афона так вот общаясь там с монахами они рассказывают не знаем что и делать а дело в том что на святом Афоне запрещено иметь любое животное ну и соответственно и человека тоже женского пола и вот тщательный отбор проводят чтобы не дай бог в монастыре не появилась кошка то есть в монастырях только коты их много монахи говорят не поймем вроде одни коты а постоянно котята появляются не понимаем как это происходит а вокруг там леса леса ну вот такой же примерно рельеф очень красивое море скалы ну вот каким то образом кошки туда приходят наверное сами здесь в монастыре есть такой такие вольеры там курочки гуси в общем подсобное хозяйство монастыря на горе сильный ветер прям сдувает с ног потрясающе пахнет красивые вокруг виды пейзажи изумительное место не уходите далеко мои дорогие зрители мы продолжаем с вами путешествие по острову горфу впереди нас ждет очень много интересного и красивого подсобного и м с в в Субтитры создавал DimaTorzok